Мы свидетельствуем, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Мы свидетельствуем, что Мухаммад и посланник Аллаха. Благодарим Всевышнего Аллаха, что Он собрал нас в самые наилучшие из своих дней, в самом наилучшем из мест в доме Всевышнего Аллаха. Я прошу Всевышнего Аллаха, как Он нас собрал сегодня здесь братьями, любящих друг друга ради Аллаха, чтобы также нас собрал в вечности в жаннату льфердауси. Уважаемые братья, если мы хотим жить счастливой жизнью, чтобы наша жизнь была счастливой в этой жизни и вечности, обрести счастье, то в этом случае нужно освободить свои сердца от плохих качеств. У наших сердца должны быть салимы, наши сердца должны быть здравыми. Если у человека будет даже в этой жизни много богатства, много денег, дома, машины, семья, но если его сердце не здравое, то все его богатство будет наказание по отношению к нему. Не будет он ничем радоваться из этой жизни. Поэтому сегодня мы видим, когда у человека бывает какой-то стресс, бывает какая-то проблема в этой жизни. Часто человек обращается к психологу, говорит, мне так, мне нужно, я уже как бы столько проблем у меня в жизни, столько у меня нерв, мне нужен психолог. А этот психолог ему объясняет, с него высасывает деньги и говорит то, что он думает, то, что его разум думает. И так он ему говорит, объясняет, тебе нужно это сделать, тебе это, заплати мне столько, на следующий сеанс еще раз придешь. И этот человек думает, что он успокаивается, думает, что ему хорошо от этого. Даже вот недавно, субханаллах, встречался с одной женщиной, у меня проблемы с мужем, у меня проблемы с детьми, у меня это, это. Я говорю, сестра, вы намаз читаете? Я читал, оставил. Я говорю, начните читать намаз. Вы оставили Аллаху, связь со Всевышним Творцом, от Него что-то ждете. Как вы хотите от Него что-то получить, вы сами оставили связь с Аллахом, она не слышит меня. Помогите мне, сделайте мне это. Я говорю, сестра, вам никто помимо Аллаха, не поможет. Ни мулла, ни имам, ни муфти, ни психолог. Аллаху, субханаллаху, зачем вы? Сократите пусть. Вернитесь к Аллаху, субханаллаху, и увидите. Она опять, вот у меня еще проблема. Я говорю, вы не слышите. Не слышит она себя. Поэтому человек, когда тоже обращается к психологу, он думает, что он ему чем-то помогает, сам себя успокаивает. И этот психолог, над этим психологом другой психолог найдется. Однако, нужно вернуться куда? У него проблемы здесь. У него проблемы в сердце. Так нужно вернуться в эту ситуацию. Кому? Халикуль кулюб. К творцу сердец. К создателю сердец. Мы свои сердца не сами сотворили. Аллах, субханаллаху, сотворил наши сердца. Итак, что же говорит Всевышний Аллах, субханаллах, субханаллах? Уважаемые братья, если человек хочет уверовать истинно, то он должен прислушаться сердцем к аятам Всевышнего Аллаха, субханаллаху, субханаллах. Если посмотреть, то бывают люди, когда слушают Кур'ан или слушают аяты Всевышнего, только ухом. Через одно ухо заходит, из другого вылетает. Не остается здесь. Но если человек сердцем своим слушает, то этот аят Всевышнего Аллаха, субханаллах, субханаллах, заходит ему в сердце и остается там. И жизнь его изменяется. Если посмотреть, то на Кур'ан Всевышний Аллах, субханаллах, субханаллах, описывает сердца и говорит, лахум кулубун ла яакилу набиха. Касательно неверующих, мунафиков. У них сердца, которыми они не слышат. Отсюда мы понимаем, что слушать должно сердце, а не уши. Уши через ухо заходят, это как львасиле, как предмет, через который. Но слушать должно наставление от Аллаха, субханаллах, субханаллах, наши сердца. Поэтому, уважаемые братья, сейчас хотелось бы прочитать, напомнить на всем несколько аятов из Священного Кур'ана. Аяты, в которых Всевышний Аллах, субханаллах, творец, создатель сердец, делит сердца. Какие же сердца бывают? И, в Аллахе, если кто-то из нас будет слушать это, не потому что я слабый раб Аллаха, говорю это, а потому что мы читаем слова, речь великого Создателя, если будем слушать сейчас сердцами, у кого какой-то стресс, если был на неделе, в течение месяца, в Аллахе, он уйдет отсюда, уйдет счастливым. Главное дело, нужно это слушать сердцами. В первую очередь, то, что мы должны посмотреть, на сколько же степеней, на сколько частей Аллах, субханаллах, разделил сердца. Первое сердце, это сердце нашего любимого пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. Аллах, субханаллах, насчет его сердца, отдельно говорит в Кур'ане. Аллах, субханаллах, каждому из пророков, каждому из посланников обращается по именам. Например, я, Закария, я, Нух, инна гуляйся, мин ахлик, я, Ибрахим, я, Иса. Однако к пророку Мухаммаду, салаллаху алейхи вассалям, не обращается по имени. Из-за величия посланника, салаллаху алейхи вассалям. Пророку Мухаммаду, салаллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах обращается. через почет пророчества и через почет послания. Всевышний Аллах, субхану ва-та-Аля, похвалил нашего посланника, салалаллаху алейкум салам, в Коране и сказал, твой нрав великий. До этого пророка Мухаммада, салаллаху алейкум салам, Всевышний сам он воспитал его. Вы знаете, когда пришел слепой посланник Аллаха, он отвернулся, потом посланник Аллаха, Всевышний Аллах не спасал аяты, то есть Аллах, субхану ва-та-Аля, воспитал его, и после того, как он воспитал посланника Аллаха, Всевышний Аллах не спасал, поистине твой нрав, твой гылк великий. Пророк Мухаммад, салаллаху алейкум салам, сказал, сам Всевышний Аллах меня воспитал, и как прекрасно он меня воспитал, сказал, саллаллаху аляхи вассалям. Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, сказал, твой нрав великий, о Мухаммад. Почему? Потому что Аиша, рада Аллаху анаху, сказала, кана хулукуху аль-Кур'ан. Нрав посланника Аллаха был Кур'ан. И Кур'ан именно Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, не спасла на сердце пророка Мухаммада, саллаллаху аляхи вассалям. И это есть посылание от Господа миров. Кур'ан, самый лучший из книг Всевышнего Аллаха, субханаху ата'аля. Самый из лучших ангелов. Аллах, субханаху ата'аля, послал самого наилучшего ангела, с Кур'аном Джабраиля, с самым лучшим шариатом, на самое лучшее сердце пророка Мухаммада, саллаллаху аляхи вассалям, и на самом красивом, прекрасном языке, люгат аль-арабия, на арабском языке, языке ахлюль джанна. И здесь Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, дал нам ищара, дал нам указание, то, что Кур'ан, он обращается к сердцам, а не к ушам, не к разуму, а именно к сердцам, аля кальбик, на твое сердце. И мы должны задуматься, изменил ли Кур'ан нашу жизнь или нет. Если Кур'ан не изменил нашу жизнь, в лучшую сторону, значит, мы не слушаем Кур'ан сердцем. А мы просто ушами его слушаем. Однако мы должны прислушаться к речи Всевышнего Аллаха, субханаху ата'аля, именно своими сердцами. Второе из сердец, который, вид сердец, который Аллах, субханаху ата'аля, упоминает в Кур'ане, это кулюбль анбия, сердца пророков. Самый, который первый, с ними идет отец всех пророков, Ибрахим, Аллах в Кур'ане говорит о нем, он пришел к своему Господу здравым сердцем. И сам же сказал Ибрахим, Аллах в Кур'ане, «Не опечаливай меня в судный день, в день воскрешения. В тот день нам не поможет ни дети, ни богатство, исключением лишь является тот, кто спришел перед Аллахом здравым сердцем, с очищенным сердцем. Третье, кулюба сахаба, сердца сподвижников. Самый лучший из людей, после пророка Мухаммада, салаллаху алейху ассалям, сахаба. Кала, салаллаху алейху ассалям, хайру куруни карни, тумма ладзина ялюнахум, тумма ладзина ялюнахум. Найлучший из веков, мой век, сахабы, потом те, кто пришли за ними, потом те, кто пришли после них. Сахабы, они были, сахабы были помощниками апостольными, лучшего из пророков, пророка Мухаммада, салаллаху алейху ассалям. Всевышний, Аллаху субхану а та АЛА, говорит, «Держитесь вместе за ветвь Аллаха». Ветвь Аллаха – Кур'ан. И не разделяйтесь. Обращение идет к Аусу journey, двум народам из сахабов. Дальше Всевышний, Аллаху субхану а та АЛА, говорит. Испомните милость Аллаха по отношению к вам. Вы были врагами по отношению друг к другу. Аллах сблизил. Сделал в одно ваше сердце. И только помилился Аллаха, вы стали братьями. Аллах назвал нас братьями. Поясними, верующие они братья. Дальше Аллах говорит. Вам один шаг оставался до ада, до джаханна. Аллах вытащил вас, спас от этого наказания. Поэтому это также речь идет о нас, о верующих людей, которые мы себя считаем братьями по отношению к вам. Братья. Поэтому мы должны вместе держаться за ветвь Аллаха, не разделяться, любить друг друга ради Аллаха. И благодарить Всевышнего Аллаха за милость, самую великую милость. Сахабы – они самые лучшие из людей, которые показали в правильном виде религию аль-Ислам. Они были мухлисын, они были набожными, искренними перед Всевышним Аллахом. Помните истории той женщины, которая родила ребенка и сказала, что она прелюбодейка была. И сама же пошла к пророку Мухаммаду, чтобы он ее очистил. То есть она не пожаловалась полицейским, то есть ее там не поймали. Она сама пошла и призналась. Посланник Аллаха – очисти меня. Какой был иман? Тогда пророк сказал – откорми своего ребенка вначале. Она откормила своего ребенка, прошло время. Потом не может успокоиться, приходит посланник Аллаху и говорит – очисти меня. А какое очищение? Раджим. Закидывание камнями. То есть сама же она пришла, чтобы очиститься. Я на это претерплю. Ну, судный день, как будет с меня спрос? Хотя, может быть, Аллах ее простил бы, если бы она просила бы тяуба у Аллаха. Представляете, закидывали не просто расстрел, не просто казнь какая-то, а именно закидывание камнями. Если почувствовать боль, возьмите иголку, уколите себя. Какая-то маленькая иголка на один миллиметр, какая боль. Если она два раза уколоть, двух-трех места, два-три миллиметра, какая большая боль. Однако это ее все тело. И так, субханаллах, она пришла к пророку Мухаммаду, саллаху алейхиссалям, чувствовала эту боль. Потом кто-то из сахабов начал про нее говорить. Пророк Мухаммад, саллаху алейхиссалям, сказал – «Клянусь Аллахом, клянусь тем, в чьих руках моя душа». Она сделала такую тяубу, она сделала такое покаяние. Если бы это ее, одной женщины, покаяние разделить на всех жителей Медины, было бы достаточно, сказал посланник Аллаха, саллаху алейхиссалям. Поэтому боль, вот это, когда выходит душа, пророк Мухаммад, саллаху алейхиссалям, перед смертью тоже, когда был в Пату и говорил – «Инна ли маутин ли сакарат». То есть во время смерти, когда выходит душа, чувствуется боль. Просим Всевышнего Аллаха, субханаллаху алейхиссалям, чтобы облегчил нам сакарат или маут. Также они любили друг друга. Аллах, субханаллаху алейхиссалям, которые выгнули их с их земель, с Мекки, переселились к Ахлюл-Мадине, к Амсарам. А те их встретили и поделились богатством со своим имуществом, своими домами, с ними. Аллах, субханаллах, субханаллах, субханаллах. Все они отдавали. Даже они сами нуждались, делились со своим братьями ради Аллаха, субханаллах. То, кто освободил свое сердце от скупы, он преуспел – говорит Всевышний Аллах, субханаллах, субханаллах. А те, которые пришли после них, то есть таби'ины, и мы до судного дня, якулюна, Раббана, гфир лена, Оллах, прости нас, и наших братьев, которые опередили нас в вере. То есть вот такие вот должны быть взаимоотношения среди верующих людей. Аллах, субхану и талли, говорит, только уматун кадхалат, ла хама касабат, ва лакумма касабатум, ва ла тусалун аммаку кану ямалун. Эта община, она уже прошла в те времена. Им будет то, что они заслужили. Вам в этой жизни то, что вы заслужите. И никто из нас не будет спрошен за дела тех, которые были до нас. Следующие сердца – это кулуб хавас аль-му'минин. Сердца избранных из верующих Аллаха, субхану и талли. Это ахлюль альм ва расихинафи. Это ученые, обладатели знания. Аллах, субхану и талли, в сурате Аль-Имран говорит, «Всевышний Аллах тот, кто не спаслал тебе книгу». То есть, Кур'ан. В Кур'ане есть аят мухкамат. Ясные аяты. Аяты. В Кур'ан делится, знаете, мухкамат. Мухкаму аль-муташабих. То есть, ясные аяты. Аллах, субхану и талли, говорит, «Хунна уммуль китаб». То есть, эти ясные аяты, есть именно основная составляющая книгу. То есть, халаль, харам. Это все, что в основном все, все аяты ясные. Но также есть муташабихат. Неясные аяты. Это может быть мансух, или может быть те аяты, которые Аллах, субхану и талли, знает, только их смысл. Никто, кроме Аллаха, субхану и талли, не знает. А верующий говорит, «Мы уверовали в это». И вот по отношению мухкам валь-муташабих, по отношению к этим аятам, люди делятся на две категории, на две группы. Аллах, субхану и талли, говорит. Первый – это кто? Те люди, у кого в сердцах болезнь, у кого в сердцах отклонение – это мунафики, лицемеры. Это те люди, которые у которых есть плохие мысли, которые не знают ничего из ислама, потом говорят против Кур'ана, против сунны пророка Мухаммада, не понимая, они джахили. И что-то плохо говорят о Кур'ане, плохо говорят о сунне пророка Мухаммада, а потом пишут это в газетах, в интернете. То есть Аллах, субхану и талли, говорит. Те люди, у которых в сердцах болезнь, они следуют именно за неясными аятами. Для чего? Дальше Аллах, субхану и талли, говорит. Ибтига альфитна. Первое – для того, чтобы сеять смуту. И второе – для того, чтобы истолковать эти аяты в свою пользу. То есть есть такие люди, один брат, один человек мне говорит, как переводится ясин, как переводится алиф ламмим, как переводится алиф ламра, нун, каф. Никто не знает, кроме Аллаха, субхану и талли. Говорит, мой брат знает, у него свой талли. Поэтому такие люди или сейчас в интернете себя пишут для того, чтобы выделиться из людей, Аллах только знает. Аллах, субхану и талли, говорит, это первая категория. У кого в сердцах болезнь, они следуют за неясными аятами, чтобы сеять смуту и для того, чтобы сделать свое толкование. Аллах говорит, однако полный смысл не знает никто, кроме Аллаха. Дальше Всевышний, Аллах, субхану и талли, говорит. А ученые люди, говорят, мы уверовали в это. Это все от нашего Господа. То есть мы в это уверовали. Дальше они говорят. Говорят. Они обращаются к Аллаху, субхану и талли, говорят. О, Всевышний, Аллах, субхану и талли, не своди наши сердца с истинного пути после того, как Ты наставил нас на этот путь и даруй нам милость от Тебя. Поистине, Ты дарующий. О, Аллах, субхану и талли, ты собираешь всех людей в тот день, в котором нету сомнений, в судный день. Поистине, Аллах, субхану и талли, не нарушает свое обещание. Следующие сердца всех верующих. У них есть пять сифат. Пять сифат, пять характеристик. Аллах, субхану и талли, говорит. Первое, это что? Когда они вспоминают Аллаха, их сердца наполняются страхом. То есть каждый из нас должен спросить. Если человек мне скажет, бойся Аллаха, как наши сердца в этот момент наполняются страхом или нет? Некоторые люди говорят, что ты мне сам бойся Аллаха. Такие люди тоже есть. А если тебе говорят, побойся Аллаха, ваджиль, это более сильнее, чем хауф или хаще. Ваджиль, это трепет, сильный страх перед Всевышним Аллахом. Верующий, когда вспоминает Аллаха, его сердце наполняется трепетом перед Всевышним Аллахом, субхану и талли. Второе, когда читаются им аяты Всевышнего Аллаха, иман их увеличивается. Когда слушают Кур'ан, их иман усиливается, увеличивается. Третье, и они полагаются полностью на Всевышнего Аллаха. Четвертое, те, которые выстаивают намазы, не просто читают там один раз в день, или один раз в два дня, или три раза, или два раза в день, когда захочется. Выстаивают намазы, так как Аллах приказал пять раз в день. И они тратят из того, чем накормил им их Аллах, то, что им даровал Аллах. Здесь ищара, здесь указание, то, что это не твое богатство. Ты не родился с деньгами. Тебе Аллах субхану и талли дал. Поэтому трать на пути Аллаха из-за этого, то, что Аллах субхану и талли дал. Дальше Аллах говорит в грамматике арабского языка те, то есть указательное местоимение на дальнее расстояние. То есть не эти, а те, как будто Аллах субхану и талли говорит, они выше всех людей, они возвысились над остальными людьми. Те, они истинно верующие. Значит, есть еще не истинно верующие, а это истинно уверовали. Следующие сердца, сердца мусульман. Вы знаете, что иман, он из категории мусульм, ислам, иман, ихсан. Мусульманин это тот, который своим телом поклоняется Аллаху. Верующий му'мин, это тот, кто телом поклоняется и сердцем уверовал. Аллах субхану и талли говорит в Коране, бедуины сказали, мы уверовали. Аллах субхану и талли говорит, скажи, Мухаммад, вы не уверовали, вы только приняли ислам. А вот когда проникнет вера, иман вам в сердце. То есть, му'мин, мусульман это тот, кто поклоняется Аллаху, субхану и талли, но сердце, полностью в сердце его не проникло вера. А мухсин, как в хадисе сказано, когда ты поклоняешься Аллаху, как будто ты его видишь. Но если ты его не видишь, знай, что он тебя видит. Знаем, что у нас есть с правой стороны ангелы, которые записывают благие дела, с левой стороны ангелы, которые записывают грехи. Уверовали мы в это или нет? Достаточно нам этого или нет? Если мы истинно веровали, как мы бы себя вели? Если сейчас сказать, например, человеку на правое диктофон и на левое плечо диктофон прикрепит. Если ты один раз тасбих Аллаха восхвалишь, тебе дадут 10 рублей. Сколько бы ты восхвалял Аллаха, целый день бы, не спал бы, будильник стал бы, чтобы восхвалять Аллаха. Если на левое тебе скажут, один раз ты обманешь, один раз ты сделаешь грибу, один раз ты унизишь человека, посмотришь на харам, тебе один раз удар палкой. Потом тебе в конце собирает это, говорит, ага, так, у тебя 20 нарушений, 20 ударов палкой, на следующий день ты не будешь этого делать. Поэтому сейчас мы уверовали, сейчас мы уверовали. Но почему мы до этого не уверуем? Поэтому мы должны стараться всегда приближаться к Аллаху и знать, что ангелы записывают все. Следующее это сердца неверующих людей. Их сердца запечатаны. Аллах говорит, что касательно неверующих, все равно, будешь ли ты их наставлять, не будешь, они не уверуют. Почему? Потому что Аллах поставил печать на их сердца. На сердцах есть печать, они не принимают ничего. Следующее это сердца это сердца грешников. Аллах говорит, у грешника есть некая такая оболочка, плотная оболочка на его сердце, которая покрыла его сердце посредством его грехов же. Как сказано в хадисе в хадисе от Ибн Аббаса, рада Аллаху, ан туаразу дзунуба алал кулуб. Сердца, грехи прикрепляются к сердцам. И если человек вдруг захочет сделать грех, но однако сердце его оставит это грех, то на его сердце будет белая точка. То есть ты хочешь, ага, перед тобой есть возможность совершить грех, но ты оставляешь это, ты сам же себе поставил эту белую точку. А если сердце приняло это, ответил на этот грех, то есть там будет черная точка. Кто эти точки ставит? Сами же люди. Аллах в Коране говорит, я никого не притесняю, люди сами же себя притесняют. Поэтому верующий человек, как только перед ним есть некое такое соблазнение совершить грех, он тоже должен себя напоминать об Аллахе, и оставлять этот грех. Скрывать свой взор. Видишь аурат, видишь девушка, идет посторонняя девушка, не смотри на нее. Есть люди, которые говорят, у него семья есть, у него супруга есть, дети есть, однако ему в сердце проникла какая-то девушка. Поэтому если бы он не смотрел бы на посторонних женщин, тогда бы он что? И это человек, который смотрит на посторонних женщин, приходит домой и сравнивает свою жену с другими женщинами, а над каждой красивой женщиной есть еще более красивые, и шайтан он так приукрашивает. Но если он не будет смотреть на посторонних женщин, только будет приходить домой, тогда увидишь, что его жена Малик и Джамаль, то, что его жена королева красоты. Тот человек, чье сердце испытано этим, ради Аллаха, одну неделю не смотри на чужих женщин, увидишь, приходи домой, увидишь, что твоя жена самая красивая на этой планете. Поэтому Ибн-Уль-Кайям, рахмахуллах, сказал, нету более красивей и лучшей жизни на этом свете, чем того жизнь, который скрывает свой взор от харама. Поэтому, и когда уже пророк Мухаммад, саллаллаху алейкум ассалям, сказал, когда уже полностью очернеет сердце у грешника, оно не сможет принимать. Читаешь ему аяты, расскажешь хадисы, он не принимает своим сердцем. Почему? Якуну калькус манкубан ла ямору ма'руфан ва ла юнкеру мункаран. Будет его сердце подобно перевернутому стакану. То есть, понимаете, черный стакан перевернут. Туда что-нибудь проникнет? Нет. Все, с этой стороны можно залезть, а отсюда невозможно. То есть он не принимает неблагое, не оставляет плохое. И для него будет казаться хорошим то, к чему приводит его страсть, с чем согласована его страсть. А если это против его страсти, то это для него будет казаться плохим. Следующее это «Кулубль муджеримин» – сердца грешников. Грешники, преступники по отношению к Аллаху и по отношению к людям. Аллах, Субхану Аталию, говорит, «Те, кто оставляет намаз, Аллах их назвал преступниками». «Кулубль муджеримин» – «В раю, которые будут люди, и те, которые будут в аду». Аллах, Субхану Аталию, говорит, «Те, которые в раю, обратятся к преступникам, которые будут гореть в аду». «Как так получилось, что вы сейчас в аду?» «Все, кто с вами был, идут в рай, а вы как так получилось, что оказались в аду?» Они скажут, «Мы не были из числа молящихся». По отношению к Аллаху были преступники. Также Аллах в Коране говорит, «Кто может быть более преступником, чем тот, которому, когда напоминают аяты Аллаха, он отворачивается от них?» Также Аллах, Субхану Аталию, говорит, «Казаликэ наслюкуху фи кулубль муджеримин». Таким образом мы будем прокладывать путь в сердцах муджеримов, в сердцах преступников. Следующие из сердца – мутакабберин, высокомерных людей. Это те люди, которые делят людей на их цвета кожи, на их национальность, на их имущество, этот богатый, этот. Поэтому тут задается вопрос. Человек, если у него нет денег, и человек другой над ним высокомерится, с ним ведет, как король, в чем его проблема, почему он виноват? Аллах, Субхану Аталию, разжак, Аллах ему риск не дал. Если у человека такой цвет кожи или такая национальность, у него нет в этом ничего. Это Аллах, Субхану Аталию, для него выбрал. Как будто ты противоречишь с Аллахом, Субхану Аталию. Поэтому Аллах в Коране говорит. Наилучшие из вас – это те, которые более богобоязненные. Поэтому Аллах, Субхану Аталию, в хадисе от Кудса, сказал. Высокомерие принадлежит мне. Это моя накидка, говорит Севышний Аллах, Субхану Аталию. И тот, кто хочет снять ее с меня, я его накажу, говорит Севышний Аллах, Субхану Аталию. В Джаханнаме есть тюрьма, которая приводится в хадисе. В аду есть тюрьма, называется Булис. Пророк Мухаммад, Салаллаху Алейхи Асалам, сказал. Это тюрьма высокомерных людей. На них будут выливать не просто огонь, а огни из огней. То есть много-много огней. За их высокомерие. Также пророк Мухаммад, Салаллаху Алейхи Асалам, сказал. В судный день люди будут воскрешены, высокомерные, подобно пылинке, однако облик будет человеческий. То есть будет голова, глаза, руки. То есть он такой маленький. Гномик. То есть что будет топтаться под ногами людей, сказал пророк Мухаммад, Салаллаху Алейхи Асалам. Следующее это сердца, это самое опасное, сердца лицемеров. Почему самое опасное? Потому что невозможно отличить их, они скрытые. Поэтому их самое сильнейшее наказание будет на самом дне ада. Под мучриками, под куфарами будут мунафикун. Они говорят своими языками то, что не в их сердцах. Аллах их назвал куфарами, Аллах их назвал неверующими. И Аллах говорит пророку Мухаммаду, О посланник Аллаха, пусть тебя не печалят те, которые спешат в неверии. Из тех, которые говорят, мы уверовали своими устами, но однако не уверовали сердцами. Их сердца не уверовали. Также Аллах говорит, Из людей есть те, которые говорят, мы уверовали в Аллаха, их судный день, но одни неверующие, говорит Всевышний Аллах. Почему? То есть они хотят обхитрить Аллаха. То есть они смеются. Они никого не обхитривают, кроме как самих себя, однако они это не чувствуют. Почему? Потому что Аллах говорит, Потому что в их сердцах болезнь. Нифа, куфр. Вот это их болезнь. Поэтому это и раньше было, со временем пророка Мухаммада, это болезнь была, нефа, лицемерие. Пускай Аллах нас обережет от этого. Ибнуль-Кайм сказал, Именно вот эта хитрость именно по отношению, бывает в Куране, по отношению к мунафикам. Сура Тат-Тауба и отдельная сура мунафикун, неспослана по отношению их. Почему? Потому что они, Аллах в Куране говорит, Они взяли свою веру в виде считата. То есть хотят своей верой прикрыться. У них есть свои сафаты. Они обманывают, когда говорят, Если обещают, они не выполняют. Если им что-то доверили, они тебя предают. И верующие, они боятся всегда, чтобы в их сердце не проникло лицемерие. Сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейхи салам, Ма хаафа нифаа, илля му'мин, Ва ма аминаху, илля мунафик. Боится в отношении себя лицемерие, Верующие. Но не боится лицемер. Поэтому, Умар ибн хаттаб, Уже тот, которому Аллах, субхану а талли, При жизни обещал рай. Умар, халифа. Подошел, Худайф ибн яман. Худайф ибн яман, Каана кати бусирри. Он тот, кто записывал, Секреты посланника Аллаха, Салаллаху алейхи салам, И он подошел к нему и сказал, Ас-элю кабиллах. Худайф, ответь мне, ради Аллаха. А кто мы с вами тогда, братья? Умар боялся этого против себя. Аллах меня упомянул среди мунафиков, Среди лицемеров. На что он ответил, сказал, Валлахи ма дзакарак Аллах Фильму нафикин Валла юзакки ба'дака ахада. Он говорит, клянусь Аллахом, Аллах, субхану алейхи тебя не вспомнил, Не упомянул среди лицемеров. И я не буду тебя хвалить в лицо, Сказал Худайф. И также ибн Абимулейка сказал, Аддракту таласина сахабиян Мин кидарис сахаба. Я встретил 30 великих сподвижников, Куллухум яхша аля нафси анифақ. Каждый из них боялся, То, что он из лицемеров. Поэтому, да, Аллах, субхану алейху, Чтоб сделал нас из искренних мусульман. Да, Аллах, субхану алейху, Баракат. Пусть Аллах, субхану алейху, Нас воскрешит, Как собрал здесь вместе братьями И ведет нас в рай. Салаллаху аля на бина Мухаммад У аля алихи и сахаби и сахаби.